А вот за парковку вскоре в центре города придется платить. Администрация Красноярска сегодня опубликовала постановление об утверждении порядка создания и использования парковок, в том числе и на платной основе. Кто будет следить за стоянками, знает Ольга Хохлова. Она читала новый документ. Итак, нравится это красноярцам или нет, но парковки в центре города все же станут платными. Это факт. Сегодня вышло постановление, вот оно, я держу его в руках, контролировать создание и использование платных парковок будет управление дорог, инфраструктуры и благоустройства. Возглавляет учреждение небезызвестный Геннадий Игнатьев. Знаю, что сейчас многих волнует вопрос о том, как это все будет работать, сколько стоит одно парковочное место, кто будет фиксировать, когда человек заехал, когда выехал. В администрации города пока постановление никак не комментируют, поэтому расскажу то, что известно на сегодня. На парковке будет находиться оператор, который поможет во всем разобраться. Он же будет фиксировать фактическое время нахождения там вашей машины и следить за соблюдением всех правил. Сумма оплаты пока неизвестна, но уже ясно, что она будет почасовая. Бесплатно оставить машину смогут лишь инвалиды и машины со спецсигналами, то есть полиция и оперативные службы. Другим красноярцам бесплатно припарковаться можно будет лишь, когда стоянка не работает. Что касается способа оплаты, его будет определять оператор, вносить деньги можно будет через автомат, посредством мобильного телефона или интернет. Все будет зависеть от технической возможности. В случае отказа платы за парковку оператор имеет право прямо на парковочном месте вашу машину заблокировать. Больше пока ничего не известно. Как вы сами понимаете, вопросов больше, чем ответов. Мы обязательно продолжим разбираться в этой теме и обо всем подробно расскажем завтра. Ольга Хохлова, Павел Иваницкий, 7 канал, Новости 24. И депутаты городского совета сегодня обсуждали проблему пробок Красноярска. По мнению народных избранников, чтобы пробки окончательно не парализовали движение, нужно заставить водителей пересесть на общественный транспорт. Для этого необходимо сделать его более привлекательным. Своё видение сегодня высказал депутат Александр Карапачинский. Его идея заключается в том, что билеты в общественный транспорт пассажиры должны покупать у муниципалитета. Ож муниципалитет, в свою очередь, обязан выставлять на аукцион право обслуживать тот или иной маршрут. Вдобавок необходимо ввести повременную оплату проезда, как в Европе, когда билет на любой вид транспорта действует почти два часа. И пока время не вышло, можно сделать неограниченное количество пересадок. При этом, уверен Карапачинский, нельзя обойтись и без сокращения неэффективных маршрутов. У нас нет другого пути. Специалисты-транспортники называют коллапсом эту ситуацию, когда человек, выезжая с работы, приезжает домой после полуночи. Ещё 2-3-4 года мы будем приезжать домой после полуночи. Так вот, давайте будем выбирать. Или мы будем пересаживаться лишний раз, или мы будем приезжать домой после полуночи. Я выбираю первое. И сегодня заместитель председателя городского совета Александр Грисков прокомментировал скорое появление в Красноярске платных парковок. Он уверен, методика, по которой собираются рассчитывать тарифы, вообще не предусматривает строительство новых стоянок. Зато позволяет покрыть содержание специальной парковочной службы. Она должна заработать к концу года. Я не увидел денег на развитие парковочной сети, на строительство многоуровневых парковок. То есть можно было бы обсуждать такой вариант. Давайте сейчас всех обложим вот этой данью, но в течение какого-то ограниченного промежутка времени мы на эти деньги, например, реализуем план строительства 16 многоуровневых парковок. По факту мы получим социальную напряженность.